Ну что ж, друзья, приветствую вас в этом супер-мега-крутом выпуске, посвященном первому белорусскому набору LEGO Technic 42042. Вот такой вот огроменный краулер-кран. Коробка в длину достигает 50 сантиметров, обратите внимание, она очень здоровая, то есть кубик рядом с ней смотрится просто-просто-напросто мелочью. И данный краулер-кран, как я уже сказал, является первым в Белоруссии, потому что он был куплен до официального старта продаж компании LEGO. И вот я сейчас получил его на руки, буквально вот сейчас 3 августа 2015 года, и он уже у меня на руках, хотя старт продаж этих моделей начинается только с августа. Поэтому у вас есть отличная возможность познакомиться с содержимым данной коробки в этом видео, а также с полным обзором данной модели в последующих видео, потому что саму сборку я, конечно, снимать не буду по той простой причине, что набор этот содержит, внимание, 1400, одну деталь, почти 80 сантиметров в длину, Power Functions, всё как надо, все фишки, которые только можно встретить в наборах LEGO Technic, будут встречаться у нас и здесь. И сейчас, друзья мои, хочу перейти к более детализированному рассмотрению нашей коробки. Обратим внимание на то, что здесь имеется ярлычок Power Functions, и что он включает? Включает батарейный блок и L-мотор. Также мы можем видеть цены, 139,99 евро. Это очень много, друзья мои, поэтому далеко не каждый сможет себе позволить такой набор, но, поверьте мне, он стоит этих денег. Дальше у нас видно, что данный краулер-кран может ездить зад-вперёд, поворачиваться вокруг своей оси, поднимать и опускать стрелу, а также поднимать и опускать клешню, так называемый граббер, который мы могли увидеть в наборе 42006. Вот, кстати, обратите внимание, вот у меня 42006 стоит такой же граббер. Также мы видим, что здесь есть у нас высота и длина модели, именно его шасси, 32 см шасси и 61 см, что ли? Да, 61 см в высоту, это только его стрела, а в длину я даже не представляю, сколько он будет. Насколько эта модель будет массивной и классной, друзья мои? Ну что ж, давайте посмотрим, что лежит у неё внутри. Прошу прощения за такие резкие движения, просто модель огромная, неудобно. Снимаю её также на полу, и давайте посмотрим, что у него внутри. Коробка открывается нетипично для больших наборов, но очень просто для обыкновенных. Прошу прощения за, возможно, неудачный ракурс, но сейчас я попытаюсь просто вывалить всё, что здесь есть. О-хо-хо! И обратите внимание, в коробке пустота. Да, зато всё, что здесь есть, теперь находится перед вами. Это куча-куча-куча пакетов. Если быть точным, то я знаю, что здесь 10 пакетов. Стикеры, инструкция, которая очень и очень толстая, почти 300 листов в ней. Ну и ещё бы, 1400 одна деталь, это вам не хухры-мухры. Переходим к другим элементам. Первый пакет под номером 3. Пара рамок, бимы, коннекторы. В общем-то, ничего особого. Второй пакет содержит исключительно траки. Исключительно траки, которых 90 штук. Батарейный блок. Практически такой же, как и в любой другой модели. Ничего особенного в нём нет. Три положения рычажка. Без батареек, естественно. Далее. Следующий пакет. Видим классические детали. Тоже какие-то коннекторы, бимы. Ужас. Я просто в шоке от того, что я сейчас держу в руках. Что мне придётся всё это собирать. Следующий пакет с бимами. И обратите внимание, здесь есть элемент поворотного стола, который является у нас новой деталью. Раньше таких не было. Также есть большие ведущие звёздочки. Всё приятно хрустит. Рамка, бимы. Всё супер. Следующий пакет. Включает в себя спиральные шестерни, вормы. Такие диски, которые будут служить у нас основанным катушек наших. Великолепно. Просто великолепно, друзья мои. Следующий пакетик содержит L-мотор. Он отличается от M-мотора стандартного, который встречается в Power Functions, потому что, как я узнал недавно, он имеет большую мощность, но расширяется медленнее. Что явно позитивно будет сказываться на функциях этого крана. Далее. Всякие пины, колёсики и так далее. Следующий пакет. Пара нитей. Кстати, это, говоря, новые нити. Они должны быть прочными специально для того, чтобы держать весь вес стрелы. Вот. Вот так скажу. Тоже некоторые бимы синие. Ну и прочие детали, как вы можете видеть. Так. Следующий пакет. Белые элементы. Это элементы кабины. Также белые накладки. Панели нового образца. Обратите внимание. Раньше таких не было. Ну и, собственно, другие детали. Следующий пакет. Некоторые шестерны, бимы, новые рамки тоже такого вида. Но они не новые, они, по-моему, 2014 года. А вот эти вот клатчи, они относятся к новым деталям, которых раньше не было. Они, по-моему, только в этом году появились. Две специальные белые шестерны, которые при достижении определенной нагрузки начинают прокручиваться. Что положительно сказывается на вращении мотора и не дает ему сломаться. Вот. Следующий элемент. Пакет, вернее. Это пакет с новыми для нас шестернями. Это шестерны, которые садятся на наши клатчи. Они нового образца, красные. Таких я раньше не видел. Это будет в новинку для меня. Будем смотреть, чем они отличаются от стандартных. И последний пакет. Включают у нас также серые бимы, но это, скорее всего, для наших гусеничных опор. Некоторые шестерни, уголки и так далее. Итак, давайте посчитаем, сколько пакетов содержит у нас этот набор. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцатый. Это батарейный блок. Он без пакета. И четырнадцатый пакет с инструкцией. Четырнадцать крупных пакетов. Тысяча четыреста одна деталь. Друзья мои, у кого-то сегодня будет отличный день. И целых, наверное, восемь часов непрерывной сборки. Это очень утомительно, друзья мои. Но, поверьте мне, результат того стоит. Все вот это вот, все вот это вот великолепие сегодня будет собрано вот в такой вот краулер-кран, который будет полностью функциональной моделью. Но о функциях этой модели, ее фишках, ее плюсах, минусах и прочую информацию вы узнаете из следующего видео, которое будет посвящено исключительно обзору данной модели. Все, друзья. Всем спасибо за внимание. Оставайтесь на моем канале и ждите. Ждите полностью собранную эту модель. До встречи.